Здравствуйте, дорогие скорпионы! Лето и все три летние затмения принесли немало перемен в вашу жизнь. И вы уже спрашиваете меня, а что же будет осенью? Что же будет в сентябре? Стоит ли поспокойнее? Да, 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 да. Осень и конец лета обещают для вас быть гармоничными, наполненными романтикой и любовью. А давайте начнем еще с конца августа. 23 августа солнышко переходит в знак Зодиака Дева. А это ваш 11-й дом гороскопа, дом получаемой любви, дом друзей, дом интернета и проектов в интернете. А также это дом мечты. Дорогие скорпионы, вы будете смотреть на прекрасное летнее небо, на прекрасное летнее солнышко бархатного сезона и понимать, да, моя мечта обязательно сбудется. И все мои мечты обязательно, всегда будут сбываться во благо мне и всей Вселенной. Вы будете летать в облаках, вы будете очень космичны в этот период. Вам будет хотеться света, яркости. По такому транзиту вы будете много общаться с друзьями, по интернету, заниматься делами, которые связаны с теми людьми, которым вы готовы оказывать благотворительную помощь. А 26 августа произойдет полнолуние в знаке Зодиака Рыбы. Для вас Рыбы — это пятый дом. Это дом любви. Вот второй момент, заметьте, уже вторая, пометьте себе галочкой, второй аспект любовный. Полнолуние в пятом доме любви. Ну что же я вам могу сказать? Дорогие мои скорпионы, на каком бы этапе отношений вы сейчас не были со своим любимым человеком, это великолепное время для романтики. Самое лучшее время для романтики, пожалуй, в этом году. Если вы одиноки, вы встретите любимого человека, вы будете ходить с ним на свидание. Если вы уже давно и глубоко в браке, ходите вместе на свидание, потому что это прекрасное время для романтических встреч под полной луной. Здесь будет все шикарно, все великолепно. По такому полнолунию, дорогие мужчины, вы можете вдруг ясно увидеть, что ваша прекрасная возлюбленная, она не просто вам возлюбленная, она великолепная для вас жена. Вы можете захотеть перевести отношения на более высокий уровень. А тут Нептун. Дорогие мои друзья, если вы хотите венчаться, вы можете хотеть венчаться по такому полнолунию. Я вас поздравляю. Хочу вам сказать, девушки, скорпионы, что по такому полнолунию вы можете или забеременеть, или узнать, что беременны. Время любви для вас, вот, пожалуй, с этого дня очень начинается активное. А дальше вы узнаете, будет еще интереснее. 6 сентября планета интеллекта и речи Меркурий заходит в Деву. Вы помните уже, что это ваш 11 дом. Вы будете много говорить с друзьями, с подругами, со своими соратниками, с теми людьми, которые разделяют ваши творческие устремления, вообще ваши взгляды на мир, ваше мировоззрение. Вы будете разговаривать, наверное, о своих каких-то проектах, о своих мечтах, о своих планах, возможно, о каких-то путешествиях, перелетах и поездках. Ну а теперь самое главное, самое главное, пожалуйста, обратите все свое внимание сейчас, дорогие скорпионы. Я рада вам сказать, что 9 сентября планета любви, радости, гармонии, денег, роскоши, богатства и планета счастья заходит в ваш первый дом, ваш знак. Венеру называют малым счастьем гороскопа, а Юпитер называют большим счастьем гороскопа. По такой Венере в вашем первом доме вы станете красивыми невероятно, притягательными невероятно, сексуально притягательными, душевно, духовно притягательными. Ваш любимый человек и, в принципе, люди будут видеть в вас того, ту личность, с которой хочется разделить и ложе, и душу. Если вы улучшаете свою внешность, улучшаете по такому вот транзиту, там, где еще и Венера, и Юпитер, вы знаете, вы можете увеличить свои формы. Да, мужчины, качайте бицепсы, женщины, приседайте, качайте грудь, попку. Это будет хорошо получаться, вы будете великолепны, прекрасны, ваша фигура просто будет вот как по Венеру. Поэтому, если вы хотите улучшить какую-то другую сферу в жизни, то есть, если вы и так, в принципе, полностью довольны своей внешностью, своей самопрезентацией, своей фигурой, то выбирайте другую сферу жизни, какую вы хотите сделать краше, и приступайте. По первому дому вы можете все. Дорогие мои, Венера в первом доме – это о любви к себе. Пожалуйста, любите себя, любите себя. Когда вы любите себя, вы делаете, называется, Венера в благости. Венеру в вашем гороскопе доброй, какой бы она ни была, на самом деле, в вашей натальной карте, вы засвечиваете эту планету, и она засвечивает весь гороскоп Любовью, гармонией, благостью. Это же Венера, это же Любовь. Пожалуйста, любите себя, любите. Вы быстро, очень быстро увидите результат преображения не только вашего, не только вашей физической, умственной, душевной, духовной красоты. Вы увидите, как красив мир вокруг, когда красивы вы, как вас любят, когда любите вы. И об этом, друзья мои, обратите, пожалуйста, внимание, в этот же день, когда Венера заходит в ваш первый дом, ставьте третью галочку о любви. Посмотрите, 9 же сентября, в этот же самый день, происходит новолуние в знаке Дева. А вы помните, Дева — это получаемая Любовь. Вы любите себя по первому дому. Первый дом — это эгоизм, это разумный эгоизм. И вот вы любите себя, и в этот же день вы точно увидите, сразу же, скорее всего, увидите, что вы в ответ и получаете Любовь. И эта Любовь по 11 дому — это Любовь космического плана. Это когда многие вас любят. Может быть, например, вы здесь сделаете себе фигуру, ну какой-то, может быть, да, не знаю, например, вы фитнес-блогер. И тут вау, ваши все поклонники, фолловеры, подписчики просто обомлеют, да, по новолунию это что-то новое, да. Может быть, резко, например, увеличится количество ваших друзей, подписчиков, да, вот, кто вам дарит в ответ свою Любовь. Посмотрите, тут же и Меркурий, не забывайте об этом, да. Новолуния всегда приносит что-то новое в нашу жизнь, а так как оно в знаке дела, это что-то связанное с вашим ежедневным, ваши ежедневные обязанности. Если вы, например, служащий в какой-то большой организации, также, пожалуйста, сделайте что-то, хотя бы какую-то новую прическу, да, например, по первому дому красивую, и вам это поможет в продвижении вашей карьеры. Помимо вопросов продвижения в карьере, в чём-то, что касается ваших друзей, подруг, отношения с любимым человеком, я думаю, что в связи с тем, что 11 сентября в Водолей зайдёт Марс, а это ваш четвёртый дом, вы что-то хотите сделать в доме, наверняка, скорпионы, да, какой-то, может быть, ремонт намечаете, какую-то, может, перестановку, и у вас это получится сделать, здесь Марс хороший, прямой, быстрый. Правда, будьте осторожны, может быть, вы там чего-то будете бояться, например, так как здесь ещё и Лилит, но это отдельная тема, отдельного разговора, если вы хотите узнать поподробнее, пишите мне. 22 сентября Меркурий переходит в Весы. Ну что же, Весы для вас 12 дом, вы будете вести разговор, диалог с самим собой, этот диалог будет очень гармоничным, я думаю, вы многое поймёте, вы многое сумеете взвесить, да, решить на чашу Весов, уравновесите, да, ваши мыслительные процессы, а также 12 дом — это дом духовности, дом раскрытия тайн, вы будете думать, да, рассуждать о чём-то, что связано с вашим духовным развитием, а так как 23 сентября сюда же в Весы зайдёт и солнышко, вам станет всё очень ясно, всё очень понятно, вы увидите, может быть, какие-то свои страхи раскроются, да, для вас станут понятными, вы их озвучите, скорее всего, по Меркурию. И солнышко в 12 доме, оно поможет вам развиваться дальше, завершать что-то, что нужно завершать, и продолжать следующую ступень, да, проходить на следующую ступень своего развития. Ну что же, дорогие мои скорпионы, этот день вообще будет очень мощный энергетический день осеннего равноденствия. Друзья мои, я вас прошу, если вы хотите узнать подробнее о том, что такое день осеннего равноденствия, а это очень мощный день, один из четырёх дней, когда наши предки-славяне говорили, происходит солнцеворот, солнце из мужа Купалы превращается в умудрённого световида. Сейчас, наверное, не буду в это углубляться, но если вы хотите узнать о практиках, ритуалах, почте плоды, то пишите мне, пожалуйста, в комментариях. Итак, 23 числа осеннее равноденствие совпадает с переходом солнышка в весы. Здесь вы можете гармонизировать свои отношения с вашим партнёром по браку и загадать желание о том, какие плоды в отношениях вы хотите получить. Поговорите с партнёром, поговорите, раскройте все тайны, поговорите на чистоту, поговорите о чём-то духовном, возвышенном, о ваших планах далеко идущих. Уважаемые скорпионы, для тех, кто хочет эмигрировать, вот здесь очень хорошо говорить об эмиграции, ходить к представительным лицам, представительные органы, которые могут вам в этом помочь. Ну что же, дорогие мои друзья, вот мы подходим к 25 сентябрю, а это день, когда произойдёт полнолуние в знаке Эдиака Овин. Овин для вас шестой дом гороскопа. Это дом работы, домашних обязанностей, повседневных забот, а также здоровья. Полнолуние — это всегда либо кульминация какого-то события, либо его завершение. Возможно, вы увидите результаты работы над собой в плане своего здоровья и по работе, например, что-то если делали в большом коллективе или в интернете, как-то работали с большими группами людей, тренинги, может быть, вели, может быть, блок какой-то свой, курс какой-то, может быть, он здесь завершится, или вы получите результаты, проведённые вами работы. По такому полнолунию я вам не рекомендую проводить операции. Это достаточно опасно, в плане того, что полнолуние — это всегда повышенное количество воды в организме, значит, кровь разжиженная. Будьте осторожны, пожалуйста. Лучше не назначать здесь никаких вмешательств в тело, хотя это ваш шестой дом, дом здоровья. Скорее всего, тут, наоборот, лучше уже завершать, делать. Вот мы повиняли, вы захотели что-то себе, там, осменить внешность. Скорпион — это и скальпель бывает, да, например, если вы какую-то пластическую операцию делали, бьюти-процедуру, то вот к этому полнолунию, скорее всего, вы уже всё должны, по идее, завершить. Постарайтесь, по крайней мере, вот, чтобы до 25-го у вас уже всё было, да, и вы уже видели результат своей красоты. В общем, в этот день вы можете увидеть результаты любой той деятельности, которой вы занимались ежедневно. Ну что же, дорогие мои скорпионы, как видите, по-моему, как минимум три было аспекта, говорящих о том, что сентябрь месяц будет наполнен красотой, любовью, радостью, каким-то погружением в гармонию, в понимание себя, в любовь к себе и в получении Любви в ответ. И желаю вам счастья, дорогие мои скорпионы. Я желаю вам только хороших преображений, только благостных, благоприятных трансформаций. Всех вам благ, мои хорошие. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok